всем привет добро пожаловать ко мне в гости сегодня я хочу вместе с вами открыть посылочку это я покупала у даши ссылочку на нее оставлю у нее была распродажа материалов и я купила у нее ножи от тима хольца я вам уже говорила в предыдущем видео что я их жду вот сегодня я съездила их забрала сегодня у нас вообще 27 февраля но это видео уже пойдет будет первым в покупках марта потому что покупки февраля у меня уже монтируется вторая часть и соответственно я буду следующее видео в общем вот это видео запихну все давайте с вами открывать будем на самом деле когда я ждала на жизнь я не думаю что они настолько длинные она говорила что это бордюрные ножи и я не реально не думаю что они прям такие большие что давайте вместе с вами попробуем их выруби сейчас я давайте мы достанем я поняла это помните такие же ножи со вспененной вот этой штучкой которые я покупала в магазине хобби бум вот так что из них классно что вылетает вырубка что его там доставать не надо здесь у нас буквы так ладно давайте посмотрим все а потом мы с вами будем вырубать ножи видно что они были в употреблении никто не говорил что они не были в употреблении то есть тут кусочки бумаги кое-где валяются давайте сейчас я все быстренько распечатаю будем с вами их разглядывать вот так же я заказала у нас там стоили 100 рублей вот такие акриловые блоки потому что у меня один блок акриловые есть которым я в основном пользуюсь вот это первый большой он для каких-то больших крупных штампов или фоновых подойдет в общем у меня такой у меня он в два раза меньше такой вот где-то вот ну и маленький тоже для чего нибудь для маленьких штампикам очень удобно еще у меня есть один штамп ой что вот это вот так ну не акриловый блок а стеклянный блок получается не из какого-то магазина подарок прислали у них там он сын именной с названием магазином был вот магазин уже сейчас нету ну и в общем он трех стеклянный и очень тяжелый эти кстати тоже такие не сильно легкие особенно вот этот вот и но стеклянный мне вообще не очень удобно потому что он уж сильно тяжелый вот смотрите вот такие у нас штампы ой штампы ножи они стоили по 100 рублей каждый они прямо такие большие длинные вот здесь у нас должна получаться такая штучка я сейчас я реально думала что они будут намного меньше попробуем для чего-нибудь да в любом случае для чего-нибудь пригодится здесь вот у нас кусочки бумаги остались вот знаете чем классно тем что у меня эта машинка большая сейчас я заодно принесу машинку и принесу пластины большие формата а4 потому что для маленьких конечно же она не подойдет и него я вот не знаю вообще качка а4 подойдет на или нет сейчас измерим с вами чем здесь у нас такие вот бордюрки как кружева разные вот здесь у нас цветочки можно делать вот я так понимаю один вид цветочков вот второй и третий ну и к ним вот листочки есть также у нас такие буквы можно кстати из них делать допустим какой-нибудь чеборд чебордные буквы да как вот сейчас у арт узора да много всякого разного чеборда но американские конечно же что у них вот эти чебордные буквы и можно вот вырезать попробовать тело смотря какую бумагу возьмет можно несколько сделать да даже если из тонкой бумаги несколько вырубок сделать между собой склеить и будет классно вот и здесь такие что же большие буквы и цифры здесь и здесь эти тоже цифры есть можно их склеить да здесь я так понимаю будет 2 1 вот контур другая внутренне ему их можно либо разными цветами до сделать и потом совместить или сделать отдельно вот контуры и отдельно с сами внутренности буквы тоже здорово будет вот так что сейчас я быстренько принесу машинку свою пластину новую а4 я еще ни разу не пользовалась так что сейчас вместе с вами пробуем ей воспользоваться в общем вот они мои новенькие пластины формата а4 они еще новые и такие красивые сейчас открою быстренько вот такие вот новенькие красивые пластинки это настоящий фикс пил биндерские чем попробуем сейчас мы это все с вами сделать и будем портить наши пластины так как у нас ножи такие толстые а нет они так не проходят что надо все равно я так понимаю накрывать ой что-то я все приготовила бумажку то я забыла сейчас бумажечку найду и будем с вами вырубать вот такой у меня есть лист крафт бумаги у меня тут я печатала странички для обложки для своих тетрадок и напечатала неправильно в общем будем печатать в общем это теперь ненужная вещь и эти кстати ножи чуть-чуть все равно больше даже чем формат а4 вот получается даже вот бумажка а4 сюда маловато но в принципе тогда можно взять обычный обычный лист ватмана и вырезать ту бумажку которая нам нужно что давайте попробуем сейчас мне почему-то кажется что он сейчас не влезет с этим с этим ножом потому что она там свободно проходит и это опять та же тема знаете как с этими ножами для вырубки ой с этими с папками для тиснения и как вот их теперь использовать сказала себе ножи на двумя он не идет с двумя он усиленно толстый что мне сейчас большую пластину делать отдельно ну так конечно вообще и так я не играю ну так он конечно для него сильно тяжело потому что тут нож сам как пластина мне просто толстый но чуть потоньше нет он не лезет еще капец какой-то давайте попробуем я не знаю как нибудь как нибудь тоже не знаю как сейчас попробую найду сейчас пластик с ним попробуем еще может быть как его подсунем у меня остался вот такой большой кусочек в принципе пластика я сейчас наверное вырежу под размер этих ножей несколько полосочек и потом попробуем с вами методы подкладывания новых пластинок в общем вырубить конечно вот этот пластик из игру а меня очень выручает потому что если бы его не было у меня я бы вообще не знаю что бы я делала как бы я в общем и тиснила и вырубала вот такие ножи сейчас мы с вами попробуем сделать бутерброд из ножа бумажки пластины потому что я хочу в общем чтобы он признался вот этой пластиной потому что это сильно мягкий пластик я думаю хотя в принципе можно его попробовать я с вами могу забыть бумажку не забыть я же там могу забыть а не положим так в середине в принципе если вы так вот развернуть листочек то можно и полностью его вырубить главное здесь обрезать давайте так попробуем с вами сделать вот так вот там В принципе, он хорошо идёт. Вот такая штукенция, которую можно клеить и в декор домашний использовать. Ну а также можно куда-нибудь подкладывать на большие странички. Теперь я вся в этих ромбиках. Вот такая вот у нас получается дырука. Вот такая. В принципе, классная получается, да? Мне, естественно, нравится. Всё супер. Так, давайте дальше следующие ножи попробуем. И тут это вытряхну. Так, попробуем следующие ножи вырубить. Причём хочу очень цветочки прорубить. Так, придётся тогда, наверное, новую бумажечку вырезать. Главное, что он на большую пластину подходит по длине. Может, кстати, на цветы и так врезать. Нет, чуть-чуть всё равно не влазить. В общем, я говорю, на крайне можно просто взять ватман. Ну, на ватмане вы же можете любой длины это всё сделаете, да? Ну, два листа уже не получается. Ладно, попробуем так пока сделать. А мы можем же его, в принципе, вот так прокатать, да? Ну, положим так. Не обрезая листья. Там ещё один был нож такой классный с листочками. Там вот такой же длинный нож был, только с листочками с одними. Я его тоже хотела заказать, но не успела. В общем, его забрали для меня. Так, что у нас тут получается? Всё вырубается, хорошо. Давайте. Маленькие цветочки. Попробуем, может быть, вот из этих у меня получится. Цветочные работы не такие огромные, как из китайских ножей. Вот, смотрите, и вырубается, да, у нас всё с первого раза. Ну, получается, в одну сторону. Ой, здесь, смотрите, здесь не вырубилась, потому что я, видимо, не положила до конца пастину, в общем, верхнюю. Или нижнюю, не знаю. Нет, верхнюю, наверное. Ну вот, как-то вот так. В общем, вот такие цветочки у нас получаются, в принципе, да? Да, я их попробую, потом вам покажу, как они получатся. Ну, какие из них цветочки получатся. Это вот у нас один цветочек. Это у нас уже пошёл другой цветочек. Кстати, такой не сильно большой, да? Вот. Попробую из них делать цветы, потому что эти, которые у меня получаются, они прям огромные. Вот, да, и как раз вот смотрите, вот эти вот прям маленькие вырубки. Можно брать, как делают. О, одной тычинки я так ни разу не делала. Вообще, мне эти тычинки, честно, мне очень нравятся. Мне как-то один раз я их купила, и они такие беспонтовые были, что я и не вообще расстроилась, короче, от них. А вот эти вот я смотрю, такие прям классные вырубки маленьких вот этих цветочков. Я думаю, всё-таки я куплю, наверное, как-нибудь тычинки, или поищу где-то у меня лежали те, которые были. В общем, и попробую из них делать. Вот одну тычинку, когда берут, вставляют, ну, и чуть-чуть цветок загибает. Вот, и он такой маленький, вот аккуратненький, его прям классно куда-нибудь вот слои подсовывать, и очень круто смотрится. В общем, вот такие цветочки теперь у меня есть, так что мне будет им сейчас заняться. Буду делать цветочки ручной работы. Попробую из акварельной бумаги сделать все, и потом, в общем, протеснить их, всё с ним не сделать как положено. И обязательно вам потом покажу. Вот такой у нас нож получается. А серединки, кстати, не вытаскиваются. Попробуем. А, нет, вытаскиваются. Что они, где маленькие, поэтому они не хотят волосить. Ну, ладно, идея. В принципе, не так уж и важно. Всё, нож классный, всё, вырубается. Видите? Чуть-чуть смекалки добавили, и всё у нас получается. Вот, даже, смотри, даже я тут в леске с буковками. Всё, красота. Сейчас мы посмотрим, почему у нас... Так что мы её положим вот так. Видите, и пластина целая, ну, вот большая, моя красивая. Всё счастливы и довольны. И вырубка получилась. Я очень рада тому, что я купила большую машинку для вырубки, а не маленькую. Вот как раз для этих случаев она вообще идеальна. Понятно, что мы не вырубаем, да, там каждый день такие штуки. Хотя, да, может быть я буду пользоваться этими буквами, допустим, часто. Или цветочками. Вот цветочки я думаю, что я буду часто делать. Так, сейчас я их тут чуть-чуть приберу. Так, что у нас получается? Всё у нас прорубилось. Такие буковки у нас, цифры получаются. Они прям хорошо вылетают все, в общем, идеально. Так вот, сейчас они, мне кажется, расслоятся и не придётся потом искать контуры от них. Можно, да, из двух разных видов бумаги вырубить и потом их вот соединять. И она будет такая, как уже объёмная. Электризуется буква. Вот. Такие классные буквы, получается. Смотрите, электризуется, там катается здесь вообще. Электризуется, хватит. В общем, вот такие классные буквы. Ну, они как бы такие, не маленькие, получается. Сейчас я найду, у меня линейка. Такая. Они, получается, два с половиной сантиметра. А, в ширину сантиметра. То есть они не маленькие. То есть на обложку куда-то подойдёт. Ну, или какую-то небольшую надпись села, там, на самой страничке делать. Ну, с другой стороны, очень классные. Я говорю, прикольно то, что вот есть контур, есть сама буква. Можно, да, там использовать как один контур. Ну, некоторые, да, цифры букв, которые и так видно, что это, да, допустим. Один. Ну, и здесь, в принципе, видно, что это Д. Ну, вот. В общем, супер мне нравится. Я очень довольна. Теперь надо куда-то это всё не терять. Так, сейчас я ещё одну листочку возьму, а то у меня уже те листочки закончились. Так, эти мы три вырубили. У нас две ещё осталось. Сейчас я листочек какой-нибудь найду ещё. Вот такие я листочки ещё нашла. У меня это так, вареная бумага. Это плотная. Мы сейчас сами попробуем из неё такие буквы сделать. Я их две положу. Потому что одной у меня не нашлось такой длинной. Ну, я просто не сильно искала, конечно. Неохота, в общем, было мне сильно долго лазить. Так, всё. Ну, передай. Вот, что я её подложу. Что мне теперь видеть эту букву? Вот так, переверну, чтобы было лучше видно. Так. Сейчас вот так сделаем. Что у нас получилось? Получается, у нас буковки вырубились. Да. Это, видите, бумага плотнее, чем крафт. Но нож с ней справился. Буклы как бы все вырубились. Циферки. Просто они, их надо выковырять из бумаги. Ну, или на, как бы, если что, можно прокатать просто обратно ещё и всё. Вот так они, в принципе, вроде все прорубились. Вот Т, мне кажется, мне не прорубилась. Да, вот Т, что-то плохо прорубилась. Ну, в общем, ладно, можно в любом случае прокатать все в обратную сторону просто и всё. А так большая часть, хотя они плохо прорубились, да. Вот этот нож, в общем, он, видимо, помельче. Или просто из-за того, что бумага плотнее, ну, лучше его прокатать на второй раз. Вот так, а вот здесь, допустим, буквы все выходят хорошо. Вот. В общем, теперь у меня есть и крупные буквы, и мелкие буквы. Ну, вот так, я говорю, вот эти вот все хорошо вроде вырубились, да. Ну, некоторые не вырубились. Не буду брать, конечно. Вот, некоторые прорубились, некоторые нет. Но, я говорю, если я бы её туда и обратно прокатила, то всё бы вырубилось хорошо. Вот. Так, и давайте вот эти вот вырубим наши такие вот ажурные стуки. Видимо, как-то на разных пластинах это всё делается. Ну, в общем, вот эти, конечно, не нравятся. Слушай, там бумага такая застрявшая. Ну, ладно. Так, где наша бумажка? Наша импровизированная пластина. Так. Сейчас мы попробуем туда и обратно сразу прокатать, чтобы потом не было печали, как говорится. Ну, я вижу уже, что большая часть прорубилась, но мы обратно прокатываем на всякий случай, чтобы потом уж точно так прорубилась. Давай. Спасибо. Вот такая у нас получается бордюрка. Сейчас это всё на мусоре, конечно. Бордюрчики такие у нас получается. Не такой, как, знаете, такой, лёгкое кружево. Можно куда-нибудь, да, в любые работы использовать. Чем такие классные ножки, кажется, тем, что на большой формат их можно приклеить, допустим, да, и она будет такая большая. Так. Что у нас? Негатив получается. Ну, по крайней мере, всё прорубилось в обе стороны. Ну, какой-то негатив можно там тоже куда-то использовать, если вдруг надо. Так, здесь у нас эти серединки. Попробую щетку их почистить. Серединки, мне кажется, не... А, нет, хорошо. Просто их надо выпихнуть оттуда. Серединки прорубились, просто их надо... Ну, тоже некоторые, вот, не сильно хорошо дорубились. Может быть, это потому, что там вот застрявшая бумага. На крайний случай можно третий раз пройтись. В общем, вот такая вот тоже... Такой бордюрчик получается. Все люблю. Ну, такой бордюр получается, тоже можно куда-то там слои подсовывать. Причем, да, где-то у нас прорубилось все получше, а где-то... Где-то похуже. Надо, в общем, пробовать экспериментировать. Ну, или даже если еще на раз пройтись, она в любом случае хорошо прорубится. И здесь у нас тоже все прорубилось вроде бы. В общем, ножи стоили 100 рублей. Я думаю, почему бы не взять, а почему хочется ножи? Ну, я реально не думала, что они такие огромные будут. И когда я забралась мне посылку с почтой, я думала, они будут как-то поменьше. Мне там дали вот такой пакет. В общем, здесь тоже плохо чуть-чуть прорубилось. Надо, в общем, еще на раз прокатать. Вот такая получается мажорная тоже штучка. В общем, в принципе, я довольна своей покупкой. Только вот эти вот, наверное, придется сейчас повыковыривать. Мне кажется, из-за них плохо вырубается. Я боюсь, что я вот эту штуку из пошки. Не знаю, в общем, ладно, сейчас попробую что-нибудь поделать. Ну, самый больший, какой мне понравился, это с цветочками. Так, где-то там, все, все пять. Вот эти цветочки мне больше понравились. Попробую сейчас поделать цветочки. И то, что каждый раз только вырубился через день, все же не охот. Вот, буквы мне тоже, в принципе, понравились. Буду им пользоваться, надеюсь. И еще вот этим сейчас попробую почищу. Ну, и подразбираю, поразбираю еще. В общем, с этой вот сажурным краем. В общем, на покупке я довольна. Спасибо, Даша, за такие ножи. Жалко, что я не успела ухватить те, которые с листочками. Они мне вообще очень понравились. Ну, ладно. Значит, они мне не нужны были. Вот. Всем большое спасибо. Увидимся с вами в следующем эпизоде. И будем разглядывать какую-нибудь другую посылку из другого магазина. Еще я хотела показать свои небольшие покупочки. Это я купила у своей подружки, скраб-подружки. Она распродает свои материалы некоторые, потому что поняла, что это не ее. В общем, я купила спреи и всякие пасты для Mix Media. Вот. Я сейчас быстренько покажу. А во влоге я там вместе с вами пшикаю, в общем, это все. Вот. Такие от фабрики Decoro. Весенняя листва, лаванда, цветы, чувственно-розовый и солнечное утро. И также еще от Polka Dot Iris. Буду пользоваться. Я ими уже попользовалась. В общем, классно. Мне очень нравится. Хочу побольше цветов. Также еще здесь у нас банки такие большие. От фабрики Decoro тоже. Это у нас грунт акриловый белый. Потом идет текстурная паста. И медиум-акриловый прозрачный глянец. Вот. Первыми двумя я еще особо не пользовалась. Грунтом и медиумом. А вот текстурной пастой мне прям понравилась. И также еще здесь у нас черная акриловая краска. Ну, пригодится для Mix Media. И еще Катя мне продала трафареты. В общем, вот такой с розочками. Такой с листиками. Не очень. Прям он нравится. Прям мое-мое. Вот такой от Scrubberys. Я еще его не пробовала. Здесь вот какие-то всякие вензелечки. И также вот от фабрики Decoro. Такие вот квадратики. Ромбики. Вот. Ну, это все. Всем привет. Я хочу вместе с вами сегодня открыть посылочку. Которая мне пришла из магазина Лео Мами. Я недавно участвовала в конкурсе от этой группы. Этой страничке. В общем, девочки делают чип-борд сами. И устроили конкурс. Мы делали коробочки. Коробочку вы уже видели. Это коробочка та, в которой теперь у меня хранятся АТСки от девочек. Вот. В общем, я выиграла. Там участников оказалось немного. И там как бы главный приз поделили на всех участниц. В итоге вышло по 600 рублей. На которые можно было набрать чип-борда. Но я, конечно же, не смогла удержаться. И докупила еще чип-борд. И давайте вместе с вами сейчас откроем. И посмотрим, что же я там назаказывала. Вот такая красивая коробочка. Я не знаю, сами они делают или нет. Она практически не помялась. Можно даже сказать, что не помялась. Совсем чуть-чуть. Завязана вот таким бордовым шнурочком классным. У меня такого нет. Тем более, он еще такой очень прочный. Ну, очень плотный. Толстенький. У меня шнурочки такие только тоненькие. Так. У нас коробочка. Нет, нет, наверное, это покупные коробочки. Здесь у нас сверху идет накладная. И написано здесь, что я заказала все с картинками. Очень удобно. Вот вышла у меня на 1104 рубля и минус 600 рублей. То есть, у меня там получается я на 500 рублей до заказового. Все. Вот такая у нас тут карточка. Лео Мами. Производство чеборда. Желаю вам творческих успехов. Спасибо большое, девочка, за такой магазин хороший. Я, если честно, ни разу не покупала чеборд. Ну, вот именно в чебордных магазинах. Я вообще, в принципе, как-то им редко пользуюсь. Но я так думаю, что зря я им редко пользуюсь. Потому что, когда я тут расглядывала дизайны на сайте Лео Мами, я поняла, что очень сложно на 1000 рублей там заказать. То есть, хочется заказать все вообще. Там много фоновых чебордов, надписей всяких. Вообще, всего-всего очень много. Но я заказала большую часть у меня всякие растительные чипики. Потому что я сейчас хочу перейти полностью на эко-стиль. И я думаю, как раз мне это очень пригодится. Вот здесь у нас в подарочек идут две надписи. Вот такая для тебя. И поздравляем. Спасибо девочкам за подарочек. Такие хорошенькие у нас надписи. И я, да, тут все же, я думаю, многие девочки смотрели битву чебордов у Лены Босс. Она там их разглядывала, сравнивала. В общем, здесь горелок нету. Они прям такие беленькие, красивые. Можно даже их ничем не покрывать. И вот с обратной стороны тоже они не горелые и вообще отлично выглядят. Так, давайте теперь разглядывать то, что я там заказала. Упакованы вот такие маленькие пакетики. Потом бы еще теперь это было обратно потом сложить. Так, здесь у нас вот такие веточки. Они у нас в негативе. Вот сзади он вот такой чистый. И вообще очень даже... Вот есть такие прям маленькие-маленькие горелочки. Но их, я думаю, особо и не видно. И тем более, если применять для эко-стиля, как я планирую, то вообще это как бы нормально. Вот такие веточки красивые. Внутри с отверстиями. Пахнет... Пахнет приятно таким деревом. Гореленьким чуть-чуть. Не деревом, а это же картон. Это же не дерево. Вот такие еще веточки классные. С шариками, с ягодками. Можно, кстати, вот эти ягодки отдельно заимбосить. Допустим, красным. И получится такая веточка с ягодками. Вообще классно будет смотреться. Дальше у нас... Наборчики. Здесь у нас вот ягодки такие. Я сейчас уже даже не скажу, что там за наборчики были. Я думаю, на сайте можете зайти посмотреть. Очень там много всего интересного. Вот такие вот ягодки. Это у нас смородинка и клубнички. Классные такие внутри вот с этими... С такими контурами. Их тоже, да, кстати, можно здесь вот... Если маркером закрасить и заимбосить, вообще будет супер смотреться. Такие две веточки. Они одинаковые. Было бы классно, если бы они были зеркальные. Конечно, можно так... Или они и были зеркальные. Сейчас посмотрим. Тут непонятно даже. Ну да, даже можно так зеркальные сделать. Будет очень классно смотреться. Вот такой наборчик. Я бы, кстати, знаете, вот этих травиночек я бы взяла побольше. Но их там отдельно не было. Были вот в таком целом наборе. У меня, допустим, вот эти вот листочки. Но они тоже красивые. Да, там слои куда-то подсовывать можно. Там бабочки, да, стрекоски. Но вот эти вот прям очень классные. Я прям из-за них только взяла вот этот наборчик. Сзади все вообще отлично. Ну, чуть-чуть есть такие горелочки. Но это прям не сильно заметно. Вот эти вот вообще мне очень нравятся. Так, дальше у нас. В общем, у меня тут одни веточки, ягодки. Потому что я все такое растительное выбирала. Хотела еще фоновые чеборды взять. Но что-то у меня денег уже не хватило. Вот такая тоже похожа на какие-то смородинки. Или может быть что-то другое. Классные такие прям тоненькие. Еще здесь вот видите вот эти вот цветочки, которые на ягодках остаются. Даже их видно. Вообще суперский чип. Здесь тоже такие ягодки. Здесь у нас цветочек, по-моему, гвоздики назывался. Но он какой-то такой маленький. А эти такие вот большие. Дальше у нас вот такой. Так, какие-то тоже ягодки. Их тоже можно отдельно заимбосить другим цветом. Дальше у нас. Такие вот веточки. Их тут четыре штучки. Не знаю, возможно, я взяла две. Не помню уже. Вот такая веточка. Красивая. Конечно, мелкие вот такие вот детальки травяные. Вообще очень красиво смотрятся. Цветочки такие. Смотрите, прям вот эти вот палочки. Прям такие тоненькие-тоненькие. Вообще очень красивый. Зря я, в общем, раньше им особо не пользовалась. И вот такие вот укропчики. Только почему-то странно. Некоторая вырубка, ну, не вырубка, а чип в негативе, а некоторые нет. Почему, неизвестно. Следующая у нас тут лаванда. Вот такая вот у нас лаванда, я так понимаю. Ну, или что-то подобное. И здесь у нас вот такой вот на тархун похож. Так вот еще у нас такой укропчик. Вот такие разные листочки, веточки. Вот такие вот красивые. Дальше у нас еще. Так, сейчас я их так разложу. Ой, смотрите, какая классная. Вот это вот у нас маки. Вот это вообще такая прикольная. Такая прям тоненькие. И вот эти вот кружочки. Прямо вообще особенно, знаете, сбоку вот так смотрится вообще суперски. Классный. Вот это вот прям вообще суперски. Я бы еще такой заказала. Я бы вообще все, конечно, заказала. Но вот это вообще такой прям необычный. Так, здесь у нас такая вот веточка красивая. И вот такая штукенция. Вот это, естественно, мне не очень нравится. Оно какое-то такое огромное. И вот эти намного интереснее смотрятся, чем вот такая штука. Так, дальше у нас такие вот веточки. Небольшие в негативах. Вот такие. С обратной стороны, я так понимаю. Да, вот. Ну, почему такие веточки. Красненькие. Дальше у нас такие вот длинные веточки. Также, девочки, если кому интересно, они делают чипборд на заказ. То есть, если вам нужны какие-то имена или, может быть, какие-то дизайны другие, пишите. И, как бы, у них можно это все заказать. Такие вот длинные веточки очень классные. Этот мне суперски нравится. Даже если такая длинная вам не нужна, она можно поразрезать на запчасти. В общем, куда-нибудь ее подсовывать. Вот это тоже суперски. Все классные. Так, дальше у нас. Заключительный пакетик. Так, сейчас у меня здесь нервы попадет. И покажу, и уберу его. Прям здесь вылетела такая веточка. Это, я так понимаю, по-моему, какой-то набор. То ли он лесной назывался, то ли вот как-то так. Здесь у нас улиточка, такие листики. Здесь какая-то ягодка. Такая прям большая. Здесь тоже ягодка и веточка. Это у нас отсюда тоже. Так, дальше у нас вот такие веточки. Так понимаю, это вот у нас наборчик одинаковые две веточки. Такие тоже миленькие, красивые. Такие, конечно, мелкие, намного симпатичнее смотрятся, чем вот такие здоровые. Дальше у нас такая вот на вербу похожа. Их тоже тут в наборчике, видимо, две. Я не знаю, как они. Видимо, зеркальные, да. Ну, пока не можно сделать зеркальными. Вот и последняя веточка у нас вот такая. Ну, такая простая, хорошая веточка, в принципе. Вот такие у меня были покупочки, подарочки. Столько вот много-много чимборда я заказала. Получается, я вот что это на 1100 рублей. Вот ссылочку я обязательно оставлю. Магазин называется Leo Mami. Большое девочкам спасибо за конкурс, за подарки и, в принципе, за вот такой красивый чимборд. Пока это, наверное, все. Если что-то еще будут какие-то покупочки, то я обязательно еще сниму и вам покажу. А пока что, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok